Итоги акции прошлого года показали, что лишь 25% старшеклассников определились с будущей профессией. Как правило, они выбирают не специальность, а экзамены, которые предстоит сдавать. Это значит, что выбор профессии в большинстве случаев происходит несознательно. Задача профдиагностики – помочь изменить ситуацию. Это всероссийский проект, который существует уже более четырех лет. И основная его цель – это помочь молодым людям определиться в будущей профессии, понять себя, понять свои направленности и понимать будущие профессии, которые будут востребованы через пять лет. Мы помогаем им, помогаем государству, будущих профессионалов воспитать. Работа по профориентации ведется и внутри школ. Ориентирована она в основном на старшеклассников, которые, в свою очередь, имеют возможность понять все тонкости той или иной профессии. Основой нашей работы в рамках профориентации – это создание максимальных условий для выбора детьми любимого дела, которое затем перерастет в профессию. Для этого создан Центр дополнительного образования в гимназии. Мы отправляем детей на такие предприятия, как Кубанинерго, где они могут посмотреть, как работает энергосистема нашего города Сочи. Следующий этап – это строительные предприятия, где дети будут знакомиться с строительными профессиями. С будущей профессией Никита определился давно. Тестирование выбор подтвердило. А сотрудничество школы и, в данном случае, учреждений здравоохранения позволяет будущему врачу увидеть работу специалистов на практике. Я и до этого хотел в медицинское направление идти, но это только подтверждает, что правильно сделаю выбор. Сегодня мы были в больнице номер 4. Нам показывали полностью экскурсию по всей больнице, и реанимационное отделение, кардиоотделение, вертолетная площадка. Настоящее оборудование, ничего не позволили делать. Чем больше узнаю, тем больше нравится. Что касается тестирования, то оно состоит из нескольких блоков. Это 89 вопросов. Проект охватит в целом 69 регионов России. 35 сочинских школ примут в нем участие. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует...